То, что белорусы предусмотрительный народ, ни для кого не секрет. Поэтому, когда конец февраля принёс тревожные новости из Украины, люди предсказуемо выстроились в очереди в магазинах. Брали всё, что попадётся под руку, и может подорожать или вовсе исчезнуть. С прилавков буквально сметались гречка, масло, сахар и соль. Сегодня в торговых центрах всё как обычно. Покупателей много, и главное, товар никуда не исчез. В данный момент товаров достаточно как белорусского производства, так и импортного производства. В полном ассортименте есть сахар, соль белорусского производства, мука сейчас у нас в наличии российского производства, несколько видов. Вопросы продовольственной безопасности под особым контролем. О стабилизационных фондах позаботилось государство. В стране более чем достаточно производится молока, мясо, растительного масла, яиц, сахара, овощей и зерна. С запасами заполнены склады. Ни о каком дефиците товаров речи не идёт. Хватает в магазине всего, цены адекватные. Так что запасаться, как некоторые, хватает, я ничего не собираюсь. Вот сейчас прошёл по крупам, по макаронам, всего хватает. Сахара, пожалуйста, никакого ажиотажа нет. Здесь всегда всё свежее, интересное. Особенно мне нравится местное производство. Всегда всё в доступности. И я не покупаю там заранее на очень огромные сроки. Я знаю, уже время было такое, что люди запасались, а потом всё выбросили на мусорку. Я вот взяла молочко там себе на каждый день, чтобы с дедушкой покушать. И больше ничего не запасаюсь. Доля продуктов питания белорусского производства в магазинах выросла и составляет около 77%. Комбинаты и фабрики работают в обычном режиме. Около 50% излишков отправляется на экспорт. Так что даже при самых пессимистичных прогнозах голод нам не грозит. Торгуем сегодня больше, чем со 100 странами мира. Поэтому Республика Беларусь должна прошло занять ниши. Самый ближайший рынок – это Российская Федерация. Но отдалить внимание экспорту на Китайскую Народную Республику, обеспечить приток валюты в Республику Беларусь через объёмы реализации и качество производимой продукции. Цены на белорусские овощи вполне демократичные. Килограмм картофеля – рубль 38, моркови – рубль 42. За лук просят на 7 копеек больше. А вот стоимость турецкого красного перца и помидоров заметно выросла. Сахар обойдётся в рубль 74. Подсолнечное масло – от 4 и выше. Соль – от 45 копеек. Полки магазина пестрят разнообразие. Мясные, рыбные, молочные деликатесы в полном изобилии. Сейчас, после круп, самый ходовой товар – консервы. Банка такой тушёнки обойдётся в 5 рублей 23 копейки. Особое внимание – доступности товара в первой необходимости. В списке порядка трёх десятков позиций. Впрочем, мониторить цены могут и сами белорусы. О резком подорожании можно сообщить прямо в Комитет госконтроля. Вопросы про безопасность и дальше будут находиться под пристальным вниманием. Белорусского потенциала хватит, чтобы справиться с любыми вызовами. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.